ВИОЛИТИ Это крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для покупки и продажи предметов коллекционирования. В течение 15 лет ВИОЛИТИ работает в странах СНГ и известен за его пределами. Здесь вы найдете старинные раритеты и редкие экземпляры современностей, которые в любой момент готовы стать частью вашей коллекции. Особого внимания заслуживает раздел «Нумизматика». Здесь ежедневно выставляются монеты от древнейших времен до наших дней. Удобное меню поможет сориентироваться среди античных, средневековых, современных монет и быстро выбрать интересующий лот. Специалисты из службы поддержки всегда готовы помочь вам и ответят на вопросы, связанные с работой сайта. На форуме вы можете посоветоваться с консультантами, узнать больше о предмете. Коллекционируйте историю вместе с ВИОЛИТИ. Здравствуйте, дорогие друзья, наши уважаемые зрители. Спасибо, что зашли к нам в гости в студию «Заметок нумизмата», где мы продолжаем обзор интересных книг по монетам, в основном по монетам Российской империи. Такая уж у нас специфика. Меня, если кто не знает, зовут Алексей Швыков, и я представляю в своем лице нумизматический некоммерческий проект «По Палушкин». А начало наших литературно-нумизматических обзоров вы можете найти по ссылке в описании. Итак, как уже ранее говорилось, каталоги, общие каталоги, полноценные такие вот обзорные, Уздейникова, Юсупова, Биткина, это, конечно же, хорошо. И тем, кто не вникается глубоко в какую-то определенную тему, их более чем достаточно. Но что, если вы человек, так сказать, подсевший на какую-то одну определенную тему, и вам недостаточно сводного каталога, по XVIII веку мы вроде бы как разобрались, какие книги стоит поставить на полку, и определились, что делать это стоит лишь с учетом специфики. Нравится вам Петр I? Не пожалейте денег на ваш шикарный каталог Михаила Дьякова. Ваш интерес, Петр II? Прекрасное, качественное, листированное издание. Юрия Петрунина станет вашей настольной книгой. Что же посоветовать коллекционерам, увлеченным в XIX столетии? А вот сейчас мы попробуем разобраться. Наверное, самым подробным каталогом по серебру 1832-1858 годов я всегда видел и вижу до сих пор каталог пермского нумизмата исследователя Ярослава Адрианова. И позвольте мне в этом видео вырасти ему огромную благодарность, ибо я считаю его одним из своих наставников. Этот человек помог мне в юности разобраться в многообразии монет, показал, куда и на что смотреть, и свои самые первые нумизматические открытия я совершил благодаря его систематизации, его системе. А вот именно эта книга, которая сейчас на ваших экранах стала для меня неким, пусть и поздним, но откровением. С ее помощью я постиг многообразие разновидностей штемпелей, на первый взгляд, скучного, но на самом деле многогранного XIX столетия. Поверьте, если у вас скопилось некоторое количество монет этого периода, с этой книгой определение штемпельных разновидностей покажется вам увлекательным и даже азартным занятием. У Ярослава Адрианова позднее выходили и другие каталоги, охватывающие более широкий период. Я в какой-то незначительной мере даже участвовал в их составлении, о чем даже в них указано. Но именно это вот издание, именно по этому временному отрезку, я считаю самым интересным и важным трудом в его творчестве. Рекомендую всем и рекомендую настоятельно. Следующие две книги, несомненно важные и значимые для раскрытия темы нумизматики XIX столетия, я бы хотел объединить в один обзор. Это труды известного московского коллекционера, нумизмата-исследователя Владимира Васильевича Казакова. Вот у нас сейчас представлена в студии одна его книга. Его каталоги по монетам Александра III и Николая II для многих стали настольными книгами, лекалами идеальной коллекции, которой стоит стремиться, которую действительно стоит собрать. Подробное описание, наглядные примеры, разновидности, четкая и понятная систематизация. Естественно, эти издания, ввиду популярности темы, стали бестселлерами в мире нумизматической литературы. Плюс ко всему качественная полиграфия и совсем небольшие тиражи, что уже возводит эти издания в ранг редкости и эксклюзивности. Так что настоятельно рекомендую к приобретению. И если этот период Николая II и Александра III хоть как-то захватывает ваши нумизматические интересы, эти книги должны быть в вашей библиотеке. Следующий каталог касается, пожалуй, самой популярной темы русских монет 19-20 века. Золото. Николаевское золото. Если вы желаете разобраться в многообразии, казалось бы, на первый взгляд, одинаковых золотых пятерублевиков и червонцев, то издание Сидорова Савина, авторами рекомендовано именно второе издание, это то, что вы искали. Ну и фамилия Савин, я думаю, вам тоже о чем-то говорит. Да-да, это наш Дмитрий Юрьевич, один из наших ведущих, так любимый вами наши дорогие зрители. Но не буду чересчур расхваливать книгу, чтобы вы не подумали, что тут происходит рекламная акция. Но книга более чем достойная и рекомендована к покупке однозначно. А по царской России, пожалуй, что и все. Если вы имели дело и имеете дело с другими изданиями, пишите в комментариях, обязательно обсудим и сделаем выводы. Но тем временем мы переходим в Советскую Россию, где у нас домизматов советчиков, настольной книгой является, конечно же, труд Андрея Ивановича Федорина. Именно его работа открыла любителям монет в период СССР огромное поле для поисков штемпельных особенностей и разновидностей, вдохнула новую жизнь в эту тему, привлекла с выходом книги новых коллекционеров и ценителей этой темы. Там на самом деле есть что искать, есть к чему присматриваться. И если вы к этому готовы, то целая вселенная монет СССР ждет вашего внимания. К сожалению, ничего не могу сказать по каталогам современных монет. Я ими просто-напросто не занимаюсь. Ни российскими, ни белорусскими, ни украинскими, ни казахскими. Хотя, судя по всему, а именно по ажиотажу у моих соседей по городу Хоббиво, эта тема более чем востребована. Также слышал я о том, что среди любителей монет Украины в большом подсчете каталог Максима Загреба монеты Украины. Качественная полиграфия, краткая, но подробная, максимально объективная, полное описание разновидностей. Вот книга эта пользуется спросом как у себя на родине, так и у нас в России. Точно знаю. Наверное, не просто так. И наверняка это толковый, интересный каталог. Но повторюсь, современные монеты не моя тема и не тема заметок нумизмата. Мы тут все люди не совсем молодые, а монеты любим уж совсем древние. На этом, собственно, и все. Позвольте раскланяться. Пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди много историй. Увидимся. Пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...